Всем привет, друзья! Продолжаем проходить модификацию возвращения шрама 2, и значит сейчас мы отправляемся в лабораторию X-18. Я без записи тут пробежался еще по базе, собрал всякие стволы, там разложил по ящикам, плюс еще заспавнилась партия бандитов, просто из воздуха. Опять-таки пришлось их перебить, они такие же были неубиваемые, как и предыдущие. Я потратил немного жекана, потому что с вот этих вот бронебойных патронов, с калаша они вообще не убиваются. Из жекана там в голову только если попасть. Короче, я не знаю, зачем было таких крепких бандосов делать. Может быть у них действительно какая-то там аномальная энергия, их так защищает, непонятно. Ну и в общем, я надеюсь, что нам хватит вот этого количества картечи, чтобы завалить когтя смерти. Ну, если что, будем добивать как-то пытаться. Но я не стал идти сейчас в бар, потому что... Ну, короче, не хочу. Здесь мы встретим пулю в будущем. Не хочу я идти в бар. Давайте попробуем с тем, что есть. Пройти лабораторию. Надеюсь, у нас получится. Так что переходим. Дверь должна быть открыта. Да. Мы нашли в прошлой серии документы с кодами к дверям. А также после нахождения этих документов, дверь в лабораторию разблокировалась. Так что переходим. Что ж, мы в лаборатории. Отлично. Ух, сколько здесь на биорадаре, я смотрю. Всех. И вся. Да. Ладно. Мы будем как-то пробиваться. Надеюсь, патронов хватит. Значит, что нам здесь вообще нужно? Нам нужно найти документы для дегтя, а также найти рецепт симбиона. О, здорово. Я смотрю, что с дроби снорки улетают на раз. И кажется, что какие-то они довольно слабые. Но почему же бандиты были такие крепкие? Опа. Как тут интересно. АКМ выпал почти из ящика. Значит, давайте поменяем. Наш уже немного поистрепался. Так, это сюда поставим. Хорошо. Ну и вообще можно посмотреть, что здесь в этих шкафах. Да, вот заберем комбинезон монолита. Ну, в принципе, наверное, это дело пойдет на продажу. Сейчас пока что будем ходить в нашем пегасе. Потом у нас на замену пойдет экзоскелет бандитов, который сейчас лежит на базе Борова. Я его не брал, потому что там мы сейчас не можем никак снять маску, этот хут убрать. Потому что ремкомплект у меня находится в баре. Один. А второй на кордоне. Такс. Тут это дело забираем. Куда тут еще можно сходить? Давайте посмотрим, что там. Может, что-то будет. Ага. Снорк будет. Понятно. Давай, иди сюда. Не, ну снорки, конечно, вообще на ура отлетают. Вот бандиты бы так отлетали. Ладно. Идем дальше. Где-то здесь эти жарки. Непонятно, как расположены. Тут заберем антирады. Здесь у нас вроде как ничего. Ладно, идем дальше. А вот в той комнате, судя по всему, лежит какой-то труп. Ну-ка, сейчас посмотрим. Здесь это или не здесь. Так, так, так. Ну что, там вообще аптечка будет работать, нет? Или я ее не использовал? Непонятно. Здесь труп. Да, похоже, что здесь, на этом уровне. Ну-ка. Тима-затвор. Вообще, с этого Тима-затвора у меня выпал тайник на янтаре. Но, к сожалению, та запись, где этот тайник выпадает при обыске, у меня не записалась. Поэтому я тут кое-что перезаписывал и так далее. Ну, короче, обследовав первый этот ярус, первый уровень, мы ничего толком не нашли. Хотя вот сюда я еще не заходил. Может быть, будет что-то здесь. Ну-ка, артефакт какой-нибудь. Нет? Ничего здесь такого нет? Ага, вот эти вот прилетели аномалии. Ну, честно говоря, может по ним и не стоит стрелять. Пускай себе летают. Потому что если по ним еще стрельнешь, они током тебя шандарахнут. Вы же так не бьетесь, если вас не трогать. Они за нами, конечно, летают, но... Пускай летают. Так, значит, что там у нас? Ага. Ладно, хорошо. Придется с вами все-таки разобраться. Я думал, может быть, можно пробежать все-таки. Как-то мимо них. Но вот если так вот останавливаться, там посмотреть какой-нибудь документ или что-нибудь еще, то они, конечно, нас могут подловить. Поэтому лучше тогда все это дело зачищать. Значит, код первой двери 1242. 1242. Ага, там уже... Они уже... Они уже хотят выбраться. Так, ребята. Не подходим близко. Все. Кто-то вроде убежал. Ну-ка. Есть кто? Вроде нет. Нет. Ладно, спускаемся дальше. Так. Ну, хорошо. Первый уровень мы прошли. Что у нас впереди? Судя по Беродару, там еще достаточно. Ребят и большинство где-то там. Так, а нам куда? Нам, конечно, нужно будет потом открыть вот эту дверь. Но сначала... Сначала, наверное, все-таки нам сюда. Да. Да, именно сюда. Где все вот эти вот... Ребята и летают. Если тут, конечно, не перепрятали всякие тайники по сравнению с первой частью. Так. Ну, главное, близко не подходить. Стрелять издалека. Иначе они могут хорошо так шандарахнуть. Ну что, еще кто там? Один остался. Впереди. Кстати. Можно их обыскивать, что ли? А, это тушка. Че? Что? Ну ладно. Так. Вот нам вот сюда. Вроде как. Да? Где-то только этот огненный полтергейст летает. Ну-ка, судя по Беродару. Да, вот он. Засел тут. Тогда сразу вот этого надо обыскать. Что я его сейчас не обыскивал. Так как там образовалась огненная струя. Так. Ладно. Значит, нам вроде как вот сюда. Да. Вот она фото. Карта. Деревня новичков. Непонятно, что здесь отмечено. Просто фото. И документ. Техническая документация. Ну и тут немного медикаментов. Все. Это дело отнесем дегтю. Теперь нам осталось забрать рецепт. Симбиона. Сейчас пойдем заберем. Вроде кроме этих двух документов здесь ничего ценного нет. Хотя. Хотя. Давайте еще зайдем в комнату к псет-гиганту. Возможно что-то будет там. Я не помню уже. Сейчас посмотрим. Так. Может даже не будем этого псет-гиганта убивать. А то на него патроны тратить. Или тебя тут и нет. Ух ты какой. Ладно. Не рычи. Ну здесь похоже. Да. Так. Чисто тут. Пожевать. Побинтоваться. Даже не буду все забирать. Ну и вроде все. Ладно. Хотя. С псет-гиганта может выпасть лапа. Но лапа может пригодиться в будущем. Так что ладно. Так и быть. Иди сюда. Топтыгин. Сейчас мы с тобой разберемся. А вообще. У меня есть для тебя. Тут вот другое. Дело. Заряды вов. Я совсем не расстреливаю. Вот и все. Отлично. Один заряд. И минус псев-гигант. К сожалению ничего не выпало. Но может быть в следующий раз повезет. Все. Теперь отправляемся в сторону. А вот здесь что? Тут же тоже есть сейф. Ну-ка. Нет. Тут ничего. Да. Значит. Впереди у нас остался коготь смерти. Ну возможно еще где-то. Да. Вот я вижу на Берадаре летает какой-то. Где-то на уровень выше что ли? Где? Какой-то полтор летает. Да. Сейчас нас прикончит. Этот полтор. Что же с вами делать ребята? Тут вообще уже надо картечь как бы заряжать. Потому что впереди коготь смерти. А где-то летают вот эти вот полтергейсты. И нас сейчас убьют вот этими бочонками. Ну что наверх что ли лезть? Где вы вообще? Я не понимаю. Ну-ка. Что это за дела там такие? Вроде еще один где-то, да? Да. Вон полетел. Надо их убрать, потому что они нам не дадут покоя. Ну куда ты погнал? Улетел. Ладно, с этой стороны сейчас я тебя подловлю. Не убежишь. Ну-ка иди сюда. Иди сюда. Вот теперь вроде как все. Да? Судя по Биородару, да. Осталась одна цель. Это наверное коготь смерти. Значит. Давайте это дело разрядим. И поставим картечь. Не знаю сколько там нужно будет картечи потратить. Потому что мутант серьезный. Но сейчас будем пробовать. Итак. Значит. Следующий код 1380. 1380. Открываем. Ну что? Я пришел. Где ты? Вроде наверху, да? Ой, там крушит все ломает. Ой, крушит ломает. Ой, недовольный. Так, так, так. Ну-ка. А ну покажись. Здорово, мужик. Здоров. А. Чу. Это что такое? И это коготь смерти. Вот это вот страшило. И это коготь смерти. Два выстрела картечью. Да, я ожидал больше. А я еще рассуждал. Хватит нам картечи, не хватит. А тут все так просто. Так, значит. Вот он. Исписанный клочок бумаги. Это вроде как рецепт на симбион. О, сколько у нас тут слушаете? Я не смотрел даже. Да, симбион. Значит, для симбиона нужна медуза. Капли, кровь, камни и колючка. Вот колючка у нас нету. Пудинг у нас еще откуда-то. Ну тут мы бы набирали всяких, конечно, рецептов и нам бы выдавали там по квестам. Пудинг. Это лунная пустышка. Яркая пустышка. Огненная пустышка. Ну, нужна обычная пустышка. Кстати, пустышка может спавниться на кучах мусора на свалке. Нужно будет там побегать, поискать. Бусы про бабки и скальп контролера. Рецепты у нас. Да, и здесь тоже это дублируется. Данные от Сидоровича. Запись из X16. Откуда у нас запись из X16? Кто-то выдавал нам пудинг. Из X18. Это симбион. Данные на КПК. Часть кода. Это часть кода от Борова. Ну, вроде все. Да, больше здесь ничего нет. Так что можем менять патроны. Тип патронов. Заряжаем сюда. Нет, не ЖК. Заряжаем сюда дробь. И выходим из лаборатории. Что ж, выбрался я из лаборатории. И чем мы сейчас будем заниматься? Куда нам теперь идти? По идее, нужно идти отдавать Сашке или Сашку эти документы. Да, я смотрю, что Сашка. Сашко уже пришел сюда в лагерь, где сидят там этот Виталя или Вадя, как-то имя его. Мечены, короче. Да, так что думаю, сейчас пойдем через этот переход в Волчье логово. Ну и заодно я с собой захвачу тут из тайников всякие там стволы. Можно будет продать выдря. Выдра ходит по болоту. Так, ты что здесь вообще делаешь? Давайте продадим ему стволы всякие разные. Так, две. В смысле две? А что так мало? Может у тебя еще цены на вот это поменялись? Нет, вроде такие же. Интересно. Я думал, подороже будет. Две сто семьдесят четыре. Что-то как-то, ну... Надо лучше заносить, наверное, это на продажу, на свалку Витьку Ворону. Он вроде подороже берет. Ну ладно, мне все равно рюкзак надо разгрузить, так что... Ну, две тысячи так две тысячи. Сейчас просто мало ли, может нам там награду выдадут на десять килограмм. И куда мне это девать? Да. Ладно, пойдем за наградой. Хотя, может нам и ничего не выдадут. Ну, в любом случае, нужно отдать вот эти вот документы. И карту. Точнее, не вот эти вот документы, а какие-то вот из этих вот. Да, вот эти, по-моему, документация техническая. Значит, что? Вот они сидят, красавцы. Ну, давайте пообщаемся. Вот, нашел какие-то документы. Вроде они нужны были твоему двойнику. Отлично, Шрам. Будем изучать. Запишешь еще рецептик, а также деньжат подкину. Только не смог я связаться с экспедицией. Группа направилась в кишку, а попасть туда мы не можем. Нам стало известно, что там работает пси-зона, подобно той, что была в долине. Хотя, там такого быть не должно. У тебя вроде пси-защита была? Один экземпляр, которым мне примерили бандюки. Но я его потерял, когда отбивался от бюреров. Вижу, что пути наши расходятся, и хочу только попросить тебя поизучать моего двойника при встрече. Только быть осторожней. Я думаю, тебе интересно будет узнать, кто он такой. Да и мне тоже. А к нам всегда обращайся, если что-то понадобится. Я на самом деле являюсь агентом СБУ. Майор Дегтярев. Спасибо тебе за помощь. И вот еще что, Шрам. Если нужно будет убедить кого-то из государевых людей в твоей нужности, то я дам им прослушать эту запись. Плеер, думаю, найдешь. Ну, хорошо. Тогда бывай, майор Дегтярев. Ага. Так, ну и он, значит, решил заняться важными делами. Так, может, что-нибудь еще Виталий Меченый скажет? Нет. А что за рецепт мы получили? Так, данные. Что за рецепты? Панцирь, похоже. Да. Ладно, понятно. Хорошо. И денег, говорит, дал немного. Да, немного прибавилось. Ладно. А тут серьезно больше диалогов никаких нет? Ну, похоже, что нет. Да. Ладно, понятно. Так, значит, что дальше? Дальше мы пойдем, наверное, на свалку. Да. Здесь переход в бар есть. Но я, пожалуй, перейду назад в долину и перейду на свалку. Потом. Так, слушайте. Я перешел на свалку, а здесь вон контролер. Похоже, артефактов себе натаскал и охраняет. Или как это еще объяснить? Что-то там реально лежит. Как минимум два артефакта. Вообще, что за дела такие? Ну-ка, посмотрим, что ты здесь нахапал. Медуза. И еще два артефакта. Ё-моё. Да, и нас сейчас разорвет. Или нет? Или повезет? И не разорвет? Ну-ка. Ё-о-о! Че столько здесь... Ночная звезда. Выверт. Каменный цветок. Вот это да. А у нас места с собой нет. Да, я что ж, набрал для продажи вещей? Ладно, сейчас вернусь. Так, значит, меняем картечь. Три ПМа. Продаем тут всякое... Вот. Два у корота за две двести. Нормально. Так же можем кулинара тут продать немного... Вот. Глаз полтергейст. И как немного, все продадим. У меня вроде как в тайнике там есть еще глаза. Если вдруг что. Меняем еще картечь. МП-5. МП-40. Вроде как все. И еще два у корота. Еще АК. Отлично. Плюс 3000. Нормально. Забираем теперь вот эти вот артефакты. Забираем еще. И еще. Вроде как все взял. Да. Но я вообще чего пошел на свалку? Можно же было с волчьего логова отправиться сразу в бар? Дело в том, что на свалку приходит пуля. Ну а кроме того, здесь вот у этих вот мужиков, я смотрю, есть еще также диалог по поводу, судя по всему, прапора. Потому что прапор сбежал. И он вообще там говорил, что приходи там с часу ночи вроде там. Но даже если мы пришли бы в час ночи, его бы здесь не было. Так что вот даже можно спросить у ребят. Слушай, а куда ваш командир подевался? Да хрен его знает. Отошел по малой нужде и до сих пор нет. Ребята думают, что он свалил. Только куда? Куда его отключен? Понятно. Решил кинуть. Но не зря говорят, земля круглая. Да. Ну и вот на место прапора приходит пуля. Здоров пуля, ты Бакса не видел? Он и сейчас куда-то, но должен выйти сюда. Здесь он рядом бегает. Мы с ним давно знакомы. Когда он первый раз ко мне подбежал, то я опешил малость. Не видел псевдопсов такой окраски. Но подружился с ним. Я по приказу Воронина давно находился в темной долине. Понятно. Опа, похоже появился, да? Да, вот он Бакс. Хорошо. Теперь будет за хозяина здесь. Что верно, то верно. Шрам, есть дело к тебе. Говори. Ты не собираешься посетить темную долину? Ну, есть у меня там дела. А что хотел? Забери броник из моего схрона и принеси его мне. Мне не отлучится никак, а я тебе дам хороший ветеранский уникальный костюм. Арты, что в нычке заберешь себе. Метку на тайник выставлю. Хорошо, принесу. Так, тайник пули. Где-то, где-то, где-то в долине. Сейчас посмотрим. Ну, нам в долину тут еще бегать и не раз. Тут целая гора хабара. Нужно будет таскать ее, продавать Ворону. Так что... Вот, где-то здесь. Ну, сейчас посмотрим. Ну что, сейчас посмотрим. Где-то этот тайник должен быть в этой области. Там вот вообще были эффекты от кровососа. Но по Биарадару, да, кто-то есть. Ну, давайте сбегаем, его завалим. Чтобы он нас не напрягал. Ну-ка, мужик. Ага. Все, отдыхай. Щупальца возьмем, продадим кулинару. Ну, и где-то здесь должен быть этот самый тайник. Сейчас посмотрим. Где-то, может, в кустах или под елкой тут спрятали его. Ну-ка. Ага, вот и он. Еще один прибежал, кровосос. Что ж такое-то? Все, отдыхай. Так. А, стоп, у нас тут еще тайник и... Не квестовый. Еще тайник какой-то в пеньке есть. Сейчас посмотрим и то, и другое. Значит, во-первых, тайник... Пули. Здесь у нас охотничья ПСЗ-9Д. Долговский бронекостюм. Три булыжника и дикобраз. Радиация минус 65. А вот это неплохо. Это очень даже неплохо. Можно, в принципе, сразу повесить, я думаю, на пояс. Только, конечно, не знаю, минус 18 выносливости, в принципе, немного, но... Посмотрим, если бегать. В принципе, вообще не влияет вроде как. Так, теперь посмотрим, что здесь. Ага, тут тоже два артефакта, но послабее, конечно. Ладно. И раз, кстати говоря, дело зашло про тайники, мы можем еще два тайника проверить. Один находится вот тут вот, а второй вот здесь. Че-то какая-то тут ерунда. Мы находимся в путепроводе. Посмотрим, что здесь в тайнике там. Ага, кристальная колючка. Ну, неплохо, но, в принципе, мне уже радиация, артефакты на снижение радиации, по идее, пока что... Ну, конечно, нужны, но не в таком приоритете. Ладно, пускай будет. Выложу в какой-нибудь тайник. Там для варки симбиона нужна обычная колючка. Но такой я пока еще не нашел. Ну и еще один тайник. Где-то здесь под елкой, что ли, в районе камней. Ага, ну тоже, в принципе, более-менее, но не экзоскелет, конечно. Ладно, я вернулся обратно на свалку. Значит, держи свой броник. Большинство артов обратились в булыжники. Благодарю, Шрам. Держи костюмчик от меня. Сам бы носил, но такой прикид носить не по уставу. Внимание, фокус. Видал я уже одного фокусника. Давай-ка без фокусов. Ага, и костюм выпал. И поле переоделся. Комбез ветеран один. Такс. Но больше диалогов нет. Хорошо. Значит, что теперь? По сути, по сюжету нам нужно топать дальше в бар. Кстати говоря, я бегал без записи на кордон. Проверял, есть ли диалог у Кости. Потому что нам же Дегтярев сказал, что, мол, будешь когда-то рядом с Костей. Попробуй с ним поговорить. Как-то осторожно выудить информацию, кто он такой. Я бегал на кордон. Нет там диалога. Возможно, появится в будущем. Пока что нет. По сюжету нам дальше нужно топать в бар. Там найти диск. Для товарища из волчьего логова. Плюс там с Воронином разговаривать. Но это чуть позже. Сейчас я, наверное, без записи побегаю туда-сюда. В темную долину и на свалку. Попродаю Ворону всякое барахло, которое у меня лежит тут в ящиках. Там еще целая куча всего. И после этого, у нас уже 129 тысяч. После торговли будет, наверное, после продажи. Будет, наверное, больше 140. А за 140 с чем-то тысяч мы можем купить у выдры ВСК-94. Мы когда были на болотах, он нам этот ВСК предлагал. И говорил, 140 тысяч там с чем-то вроде стоит. Или 140 ровно. Но, короче, как эту сумму соберем, можно идти к нему. Поэтому план пока что такой. Сейчас буду без записи таскать все на продажу Витьку Ворону. Опа! А вот про что я говорил. Артефакт Пустышка. Такс, хорошо. Мы это дело потом сможем переварить в теории. Итак, ну что ж. Значит, попродавал я там всякое барахло из Темной долины. У нас уже 145 тысяч. Так же я сбегал на кордоне в тоннель с электрами. Забросил туда пустышку. Вот сварилась огненная пустышка. Отлично. Потом будем ее варить дальше. Но пока что пришел снова в лесную... В лесное логово. Какое там волчье логово? Лесное логово. И, значит, здесь, как оказалось, 120 косых нужно, а не 140 за ствол. Ну и хорошо. Значит, нашел 120 косых. Давай ствол с прицелами, как обещал. Отлично, Шрам. Можешь пристрелять на месте. Кого пристрелять? Пристрелить. Ладно, давай машинку. Да, получаем ВСК-94 и целых три прицела. 3D. Еще один 3D. И Кобра. Так, ну начнем с Кобры. Давайте. Значит, Кобра подойдет для... А что такое? Чуть не достаешься. Для ближнего боя. Да, в принципе, неплохо. Но я думаю, скорее всего, мы этот прицел будем использовать очень редко. Следующее. 2 3D-шных прицела. 1 Тюльпан и 1 Каштан. Тут кратность 2,8. А у Тюльпана... Неизвестно. Но, возможно, побольше. Потому что я смотрю, что он дороже. Так, ну давайте сначала начнем с Каштана. Так, значит, тогда тут это отсоединяем. Каштан. А что, ты не ставишься, что ли? Ага. Вот. Каштан поставили. Что-то как-то... Каждый раз вылетает из слота ствол. Да, 3D-шный прицел. Каштан. Вот так вот выглядит. В принципе... Нормально. Ну давайте сравним кратность. Значит, вот она. Елка выглядит примерно вот так. Верхушка елки. А если мы этот прицел отсоединим и поставим сюда тюльпан... Так, давай еще раз сюда, еще раз сюда. Ставим тюльпан. Еще раз сюда. Да, тут кратность, по идее, немного больше. Но тот прицел, честно говоря, приятнее. Ну не знаю. Короче, я подумаю, с каким мы будем бегать. Ну и раз такое дело, то, наверное, уже мы распрощаемся с нашим АК, потому что уже долго мы с ним возимся. Конечно, патронов еще достаточно и в тайниках там лежат. Но уже все. АК мне уже тоже надоел. Так что давайте будем ходить с войска. Я не знаю, наверное, будем мы ходить с ним до конца игры, потому что это чуть ли не самый лучший ствол. Писали там в комментариях, что он убивает мужиков в экзоскелете там с одного выстрела в туловище. Так что да, я сейчас тогда сбегаю на кордон. Наберу патронов. Мы же там закупались. Плюс еще всякое тоже надо собрать хабар. У меня там сейчас все разложено по разным ящикам. Нужно все собрать, перенести в бар, в этот общий тайник. И тогда уже можем продолжать прохождение сюжета. А еще мы можем, увы, друг, купить обычный, не 3D-шный прицел Pso 3. Может быть даже с ним будет удобнее бегать. Ну-ка посмотрим, 9000 он стоит. Если его сейчас установить. Так. Ну-ка. И тогда вот такая вот красота у нас. Ну, я не знаю. Как бы есть выбор. Может быть с 3D-шными прицелами мы для разнообразия немного и побегаем. Почему нет? Но Pso 3 пускай тоже будет в нашей коллекции. Фух. Вроде как. Я наконец-таки перенес большую часть хабара сюда в бар. Сложил здесь всякое. Кстати говоря, Pso 3 прицел у нас был. Мы же покупали для винтореза. Ну ладно. Лишним не будет. 330 у нас картича здесь лежит. Часть при мне. Патронов целую кучу принес. Артефактов здесь немерено. Будем потом продавать ученым. Разные части сил мутантов тут пускай будут того-сего. Можно кое-что продать. Ну вот допустим комбинезон сталкера и комбинезон монолита я пока что оставил на будущее. Хотя какой-то костюм сталкера я продавал. Или ветеран там он назывался. Не помню. В общем вот это дело пока пускай лежит здесь. Кстати можно дроби немного взять. Вроде как все. Значит у нас сейчас бандитский экзоскелет уже немного поискрепался. ВСК-94. Поставил я сюда все-таки тюльпан. Прицел у которого наибольшая кратность. Конечно он 3D-шный. Плюс когда такая кратность то ну нужно привыкать. Но будем привыкать. Пока по-прежнему у нас спасхантеры. Немного тут картечи. Немного дроби. Ну и в общем. Вот с таким вот набором мы можем продолжать проходить сюжет. Так мадам. Кстати я вам принес там шампусик. У меня лежит в ящике. Но пока что мне не нужен доступ. В ту комнату где можно чиниться. Поэтому пока с этим делом повременим. Продолжаем проходить сюжет. Но пока что побочные квесты. Ну как побочные. Насколько я знаю вот эта вот побочная линия квестов. Которую мы сейчас будем продолжать проходить. Приведет нас в будущем к тайнику Семецкого. Так что не знаю побочные не побочные. Но довольно таки ценные. Значит Торич нас там попросил. У нас даже тут нету квеста. Но он попросил принести там какой-то диск. С каким-то программным обеспечением вроде как. Ну и вот нужно обратиться к Димасу Кальтуру. Здравь будь Димас. Торич попросил у тебя диск с программным обеспечением. Да я бы не прочь отдать. Но его нет сейчас. Тогда облом. Пусть старем пользуется. Тут шмон наводили на базе. И диски вместе с мусором вышвырнули за забор. Точно не скажу. Если есть время и желание, то перескочи через забор. И с внешней стороны бара можешь поискать. Ладно, поищу. Торич у привет передавай. Так. Тут опять какой-то беспредел происходит. Уже кусаются прямо здесь. Да. Ну, здесь несколько мест спавна этого диска. Сейчас будем искать. Соберем хвосты. И отправляемся на поиски. Слушайте. Нашел волчий клык. Ничего себе. Впервые. За всю игру. Интересно. Да. Вот этого мужика, конечно, замочили. Да и не только его. Нашел я этот диск. Вроде как места спавна здесь не поменялись. Хотя. Точно сказать не могу. Может быть добавились какие-то новые. Ну, в общем, у меня этот диск находится, получается, вот в этом вот углу. Сейчас как бы тут сориентировать. Давайте я на DM-рекорде просто пролечу, чтобы показать. Ну, хотя кому это надо, не знаю. Значит, получается, с этой стороны северные заставы. Вообще, в первой части, когда мы проходили первую часть, у меня диск заспавнился вот здесь. Вот одно из мест спавна. Потом еще одно есть, вроде как, где-то то ли здесь, то ли где. То ли вот здесь вот где-то диск может лежать. Но у меня он, получается, с этой стороны. Здесь вот за забором. Вот в этом углу. Так. Вот, вот в том углу. Получается, мы подбегаем. Да, и вот он здесь лежит. Так. Желание Грантер. Опасность первого уровня. Сработал телепорт Y. И появляются у нас здесь ребята нехорошие. Ой-ой-ой. Главное, чтобы они сейчас не замочили квестовых персонажей. Да-да-да-да-да-да-да. Ой, какие там бегают. А как нам туда попасть? Одного уже замочили? Как успели? Когда? Но на жесть. Ведьмы. Вообще, у этих ведьм может быть ствол АА-12. Поэтому надо как-то срочно перелететь на ту сторону. Их там валят. А мы тут прохлаждаемся. И взрывы там, и все что угодно. Так, быстрее бежим. Надо выбегать отсюда. Так, так, так. Ну что здесь происходит? Взрывы, взрывы. Кого-то замочили. Сейчас, мужики, помогу. Куда? Куда она погнала? Убегает. О-о-о. Так-с. Ну что у нас тут? Замочили одиночек. Но они, похоже, сайс валами. АА-12 я пока что здесь не вижу. Ствола. Ну, блин. Надо привыкать, конечно, к этому 3D-шному прицелу. А вот по ней стрелять я не знаю, стоит ли сейчас. Потому что, может, мы туда и не попадем. Хотя, вроде как, в первой части попадали. Ну-ка, это что такое? Но это тоже не то. Это не то. А здесь кто лежит? Так, ну тут долговец. Сейчас, друг, держи аптечку. Тут ведьмы я не вижу трупов. Это мы уже осматривали. Там одна за забором. Одна, похоже, за переходом все-таки как-то оказалась. Тут вроде можно пройти. Да. Мы проходим здесь. Ну тоже HK416. ААА-12 здесь вроде как нет. По крайней мере, пока. Ну-ка, а у этих что? Такс. Похоже, калаш. Еще один. АЕС вал. Да. И все. так может сейчас ты как заспавнился сейчас помогу держи аптечку отлично ну что остался кто нет вроде еще но еще прямо здесь на территории были ведьмы но этих я уже не успел обыскать они уже все голые и здесь тоже сюда прорвались но что у них было какое оружие неизвестно ну ладно а 12 в принципе даже если здесь его и не было или он бы тут был в принципе не столь важно ствол конечно очень хороший но в скором времени я надеюсь у нас уже будет вепр 12 надо просто принести там аук кальтеру и тогда у нас появится вепрь но этот аук мы вроде как найдем там дальше по сюжету так но сейчас скальтером уже разговаривать не нужно самое главное что мы нашли диск и с этим диском можем топать в логово к торычу но перед этим еще я наверно сбегаю к ворону и продам и свалы или может быть один оставить себе на память и вот этот очки оставить один на память один эйчкей я оставил в баре остальное все продаем за 20 тысяч ну и теперь к торычу волчье логово черт бы побрал тебя с твоим диском благо еще что не на помойке его нашел димас тебе привет передал во спасибо еще а что стряслось что стряслось пришло странное сообщение о том что сработал телепорт игрек и тут же появились ведьмы как на метлах прилетели дурдом что они вытворяли как будто с неба по ступенькам ни хрена себе про телепорт игрек я что-то уже слышал но конкретности не помню ладно забирай этот диск и кидая инфу где-то в рыжем лесу на радаре есть сундук с тайником семецкого но туда соваться никто не желает там электрохимеры живут и территория находится под контролем хозяев да отлично значит инфу про тайник семецкого мы получили замечательно тайник в сундуке где-то в рыжем лесу на радаре все уже части кода у нас имеются все четыре так что будем на радаре можем идти за тайником в теории если там конечно ничего нового не придумали с какими-нибудь может еще телепортами нужно будет бороться или что не знаю но будем на радаре проверим вроде как все так но сейчас нужно возвращаться в бар мы конечно могли бы сразу поговорить там с ворониным но я решил сначала закончить все побочные дела а потом уже продолжать основной сюжет который мы продолжим давайте в следующей серии да на этом пока что все спасибо всем большое за просмотр с вами был хьюк всем удачи и пока